Ребята, всем интересующимся привет! В данном видео мы посмотрим, как разобрать и почистить диспенсер кофе с функцией переключения вспенивателя. Вот, он уже сам начал разбираться. Итак, бывают случаи, что забивается одно из сопел или сопла, или соплу. Как вам, интересно, и забавно бы не звучало, но будем чистить вот эта регулировочка. Переключение позиций и погнали! Здесь есть два винта, раз, два, они идут под шестигранничек. Выкручиваем их, снимаем на себя данную деталь. И здесь есть две, раз, два, детальки, которые нужно аккуратно доставать. Достаются они, особенно в кофемашине, которая долго работала без всяких чисток, а эта машинка у нас работала 7 лет без обслуживания, крайне тяжело. Вот так они достаются у нас, раз, два. Тука сидит, я уже, конечно, процедуру разбора сделал, почистил все детали и решил снять это видео для вас. Изначально с корпуса снимается таким образом, нижняя часть выпадает вниз. Тут есть винт, чтобы снять, все понятно, очевидно, поэтому сборочку вам обязательно покажите. Итак, снимаем нижний винт, обязательно, и внутри кофемашины есть еще один винт, вот он. Выкручиваем их, они у меня были выключены заранее. Т-10, отверточка Т-10, раскидываем, здесь выводится она в мозг, и вот у нас эта деталь в руках. Она по плоскости начинает сечь. Порвается еще так, что заливает оптопару подключенную, которая определяет за определение положения нашего переключателя. Одной рукой не совсем, конечно, удобно снимать, но снимаем разъем и переносимся на нашу тряпочку. Итак, мы начинаем разыграть, чтобы помыть нашу всю конструкцию. Два винта сверху есть, и винт спереди. Снимаем винты сверху, выкручиваем. Раз, два. Отлаживаем в сторонку, и здесь у нас небольшая впереди населка. Ее отщелкиваем. Будьте аккуратны, чтобы не падала оптопара. Вот оптопара, которую перекрывает вот эта деталька. При переключении она шевелится. Оп, оп. И когда выповорачивается наш вот этот рычаг, она с одной оптопары переходит на другую. Данный датчик, если залила, как в этом случае видна капля, его можно помыть в спирт-топ. Достается, тщательно вымывается и устанавливается на место. Но излишний раз не рекомендую баловаться этими процедурами, потому что санс вероятности забить отверстие оптопары очень велик. Далее мы снимаем вот этот винт, выкручиваем. Опа! И наша деталь произвольно вылетает. Вот она так себе установлена, достается вперед, на винт лежит. Здесь есть деталь, чуть ниже. Она вставляется в отверстие, пружинка и поворотная часть самого крана. Перед тем, как снять, я метил метки маркером, в каком положении должна стоять вот эта шевячная втулочка. Тоже пометили для себя, сразу как сняли оптопару, помечаете, в каком положении она должна стоять. Далее она снимает у нас вверх, достается вбок, процессом вытушивания. Перед сборкой обязательно смазывайте все детали подвижными, пластиковые детали. Вы можете, когда собирать, крутили, у вас не совпадают метки. Выкрутите на пол оборота и попробуйте еще раз, и уже ваши меточки совпадут. Очень важно, потому что эта деталь, она неравномерная, то есть полусферическая. Поэтому не забываем делать меточки, чтобы потом долго не мучиться при сборке. Откладываем в сторонку. И далее у нас появляется сам бункер. Эти детали как бы легко снимаются, закидывается весь бункер в щелочной раствор, как минимум на ночь, чтобы ваш кофе пластилиновый хорошо отошел. Я здесь уже предварительно все вымыл, все вычистил. Внутри здесь, в этой области, все было наполовину забито шелухой кофе, всякими отходами мелкодисперсионными. И вот здесь у нас две канавки, две дырочки. Они были вот по этот уровень забиты. И плохо протекал кофе через наше кофеводное отверстие. Таким образом мы вымываем и собираем. Собираем в последующем порядке. Берем нашу крышечку, вымытую, вычищенную, высушенную обязательно. Здесь есть защелка. Все, она защелкнулась. Далее мы берем, одеваем нашу детальку, которую мы смазали. Вкручиваем по нашим меткам. И вставляем вверх. Вставили. Далее мы берем пружинку. Затем берем вот эту деталь. Ее тоже можно смазать. И одеваем, чтобы вот эта втулочка зашла в отверстие и все совпало. Если у вас все совпало, она плотненько будет прилегать в этом положении. Можете пошевелить, подвигать и увидите, что она шевелится. Все, оставляем в прижатом состоянии. Берем вот данную деталь. Можно тоже немножко смазать. Место, где происходит трение. Смазали. Закручиваем наш винт. Наши детали уже на месте. Далее мы одеваем нашу автопару. Защелкнулась. Закручиваем два винта. Закручиваем два винта. Вот данные втулочки тоже по наружу можно промазать. Их, когда снимаете, тоже помечаете, как правильно устанавливать. Их снутри тоже можно подмазать, чтобы в последующем, если вдруг нужно будет снимать, было гораздо поудобнее снимать, а не с залившим кофем тянуть драть. Поэтому мы их заранее смазали и откладываем пока в сторонку. Теперь мы берем наш диспенсер кофе и устанавливаем на место. Но предварительно смажем еще вот эту данную деталь, на которую одевается внутри заваривающего устройства. Возьмем наш шлейф в автопару. Одели. Закручиваем нижний винт. И закручиваем винт сзади. Берем наши боковушечки. У них есть отдельный такой пазик. И на ручку вот этой полусферой. Этой стороной. Это, соответственно, левая. Это, соответственно, правая. Одели. И временно оденем нашу ручку и проверим кофемашину. Итак, проверили. Опять разобрали и собираем уже чистовую сборку производим. Одеваем следующим образом. Есть салазки направляющие. Можно здесь помазать, здесь помазать. Салазочки чуть-чуть. Но это на ваше усмотрение. Заводим снизу. Эту часть промазываю я здесь всегда, чтобы скользила верхняя часть, внутренняя верхняя часть хорошо. Чтобы вам видно было. Таким образом. Собрали. Здесь вставляем, как я и показывал, наши вот эти фиксаторы. С бультиком. Это левый. Вставили. Заранее смазанный тоже. Это наш правый. Вставляем. Вставили. Здесь нужно закрутить. Алиминуть. Корпус. Вставили. Закрутили. Зажали. Зажали. Проверяем. Опускается, поднимается. Все отлично. Ставим нашу крышку. Можно, чтобы потом легко выскакивало помазать вот эти детальки тоже. Не жалейте. Смазочку. Потом, при последующем разборе, она будет разбираться гораздо лучше. И защелкнули. Устанавливаем наш рычажок. Вот так идут, чуть-чуть под наклоном. Они. Вставили. Оп. И проверяем. Переключение происходит вполне себе корректно. И не забываем закручивать наши винты. Винты я немножко подкинул смазочки, чтобы они легко крутились. На самый винт. Всем, кому было полезно, кому понравилось, подписываемся, ставим лайк. Всем пока. Продолжение следует.